Всем здрасте! Снова я с вами. И решила я заснять видео о том, как я готовлю суп грибной с пельменями. Думаю, такого рода рецепт будет интересен хозяюшкам, потому что я для себя его открыла буквально полгода назад, когда муж у меня попросил сварить суп с пельменями. Я все даже не поняла. Позвонила маме, спросила с пельменями, что-то новенькое. В общем, я попробовала. В общем, довольно-таки вкусно. Чтобы пельмени не разваливались. Ну а потом мне стало что-то не хватать, я туда стала добавлять грибы. Вот, собственно, сегодня я вам покажу, как я его готовлю. Я считаю, что супы готовить вообще на супы много ума не надо. Поэтому, если кому-то интересно, такого рода видео, такого рода рецепт, оставайтесь со мной. Значит, у меня 6-литровая кастрюля. Вот, если видно, я наливаю обычно 4. Ставлю на всю, и у меня начинает откипевать водичка. На это все мне потребуется картошка. У меня вот осталось 3 замечательных здоровых картофелины. Лучок. Ножки куриные. Грибы, в данном случае у меня вишенки. И чуть-чуть шампиньонов. Вот они. Морковь, соль, перец и так-так-так. Ну, там, укроп и так далее, да. Собственно, сейчас я буду докидать ножки. Вот, например, покажу это вот так. Как это будет выглядеть. Кинула я, значит, 3, вода сразу поднимается. Пускай это все варится теперь, чтобы снять всю бяку. В общем, пока буду нарезать картошку. Ну, и все прочее. Вот так у меня уже пошла пена. Все это я буду сейчас убирать. Нарезала морковь и лучок. Мелко-мелко, по возможности. Кидаю я уже картошку. Сейчас нарежу грибы. Буду закидывать тоже с картошкой, потому что грибы варятся так долго. Закидываю я уже грибы. Это у меня вот вишенки, шампиньонов было мало. Я их тоже кинула. Наверное, это у меня еще останется на следующий раз. Потому что еще же будут пельмени, а как-то с картошкой и с мясом там уже густо получается. Вот такая целая куча пены у меня с супа, что прям так много. Ложку вот такой соли я уже бухнула. 12 овощей трав. И все-таки все вишенки я туда кинула. Картошка тоже уже там. Думаю, пускай, ладно. Пускай будет так. Вот. Пускай варятся теперь они. Все. Поперчила черномолотые. Вот они. Все грибы у меня ушли на суп. И оказывается, у меня все равно остается очень много-много места. Так что я пойду 30-35 штук этих пельменей. Я потом вам их тоже покажу. Вот. Даже видно, где вот шампиньоны, да. Вот они. Где вишенки. Вишенки. Они вот такие вот. Сами понимаете, я их потеряла. Ну вот они такие вот. Вот они, вишенка. В общем, полно-полно еще места. И чтобы суп такой не был живеньким, что тоже делает суп прекрасным, потому что для животных это очень даже хорошо. Но чтобы суп можно было кушать как... Не то, чтобы второе блюдо, но, скажем, и на ужин, чтобы было прям сытно-сыдно. Вот я туда кидаю еще пельмени. И ну прям просто больше ничего не нужно. И второго блюда это идет полезно для желудка. И вкусно, в общем-то. Буду ждать, пока отпустят там грибы вниз. Когда я пойму, что уже они сварились, они стали туда падать, окунаться, видите. И морковка, суп пока тогда спустится, потому что мясо уже всплыло. И только тогда я пойму, что можно уже будет работать с пельменями. Пельмени кидаются в самом конце, когда суп уже, естественно, сготовился и начинает кипеть. Значит, вот шток начинает у меня кипеть. Я попробовала уже один грит. И, в общем-то, он сварился, вкусненький. Сейчас я начну закидывать пельмени. Пельмени у меня выглядят вот таким образом. Это пельмени на вес мы покупаем в Ставрополе. То есть, соответственно, их и делают местные производители. Чем они мне нравятся? И потому что суп этот у меня часто, раз в месяц, два раза в месяц. Бывает и больше, я его готовлю. И, естественно, я стала пробовать разного рода пельмени. Эти пельмени не развариваются. Не разваливаются. Обалденные. Вот тут-то начинает вылупляться как бы жопка где-то с какой-то стороны. И все, мясо не выпадает абсолютно. Это вот у меня две пошли. Третья. Шесть уже. Девять, да. И вот так далее. Я начинаю кидать. Двенадцать, чтобы себе заполнить. Естественно, я помешаю все это. И будет вариться. И уже, конечно, буду следить за пельменями. Тридцать-тридцать пять штук. Сейчас я пока накидаю, посмотрю как, что. И скажу, сколько конкретно я положила на вот эти. Это шестилитровая кастрюля. Но здесь у нас, получается, не до конца. Где-то пять с половиной всего объема литров получилось. Значит, вот у меня вот так они выглядят. В общем, где-то у меня... Я положила сорок штук. Я сбилась, пока снимала видео. Где-то сорок... Сорок три, сорок четыре штуки. Это даже много. Но этот суп почему-то у меня такой жиденький получился. В общем, потом я вам покажу... Налью обязательно в тарелочку себе. И покажу, как это все выглядит. И я всем советую. Это очень-очень вкусный супец. Вот, видите, здесь у меня морковка. Лучок, который уже разварился весь. Вот. Все это дело варится. Пельмени всплывают. Должны, вот они уже начинают всплывать. Пусть, пускай варятся. Значит, значит, дальше. Кинула я лавровый лист. Укроп сушеный, зелень петрушки сушеная. Вот так это все выглядит. Вот он, лавровый лист. Кидаю я его. Ну, люблю я очень. Люблю, когда много зелени. Главное, чтобы суп не забродил. Но сушеный, я думаю, ничего не даст. Ну, в общем, проверенные супы. Вот этот суп проверенный. Обычно он никогда не пропадает у нас. Видите, вот они сплыли. Красота, красотой просто. Видите, такой суп он насыщенный. Вкуснявый просто. Вот. Вот они, красавицы мои. Пельмени, хотя, наверное, это мой. Красавцы мои сплыли, в общем. Классно. А потом эта зелень все уйдет на дно так же. Вот. Сейчас попробую еще на перец. Посмотрю. В общем, что нам осталось? Нам осталось поварить пельмешки. Красота. А если бы вы еще его попробовали на вкус, я думаю, что вам бы понравилось. Вообще, вот это так чисто вообще. Ну, просто по-русски. Здорово. Мне нравится этот суп. Мне нравится вообще это блюдо. Всем советую. В общем, вот как у меня это все выглядит. Вот как у меня получилось это все. И пельмешки, и грибки здесь. Ну, и мяско. Всем приятного аппетита. Спасибо за просмотры. Пока-пока.